Самбо как вид спорта популярен во всем мире, но более всего в нашей стране, где система самообороны без оружия была разработана. На первенство по самбо съехались лучшие борцы со всего Приволжского федерального округа. Около 300 участников. На ковер вышли не только юноши, но и девушки. Возраст ребят 15-16 лет. За боями следил Рифат Фадкулин. Четкие броски, удержания в захвате, ловкие защитные действия. Юные борцы показывают все свое мастерство. Хозяин на площадке Костя Кузнецов свою схватку выигрывает с легкостью. В первые же секунды он опрокидывает соперника из Башкортостана на ковер. Юные самбисты буквально изматывают друг друга. Это один из самых захватывающих поединков весовой категории 42 килограмма. Соперники очень тяжелые, потому что они все подготовлены. Чтобы попасть сюда, надо было тоже отбираться среди своих республик. И поэтому ее здесь нельзя ослабляться. Меня папа сюда отдал в 6 лет. И поначалу у меня не очень хорошо получалось. Ну, сейчас я тоже скажу, что не идеально. Но я самбук улюбил всем сердцем. Мне оно очень нравится. Среди спортсменов много и девушек. Их боевой настрой нисколько не уступает. Как и парни, они выкладываются по полной и борются до победного. Когда вот нахожу, выхожу на ковер, как бы ничего, кроме соперника, не вижу и не слышу. И иногда теряюсь, иногда самоуверенность прям такая в себе. Самбо – это красивая борьба. У меня сестра ходила. Мне потом тоже начало нравиться это. Я тоже решила попробовать и хожу теперь. Нравится. Поединки проходят в упорной борьбе, так что определить фаворитов крайне сложно. Подобные соревнования, по словам главного судьи, очень важны для юных спортсменов. Ведь на ковре проявляется их борцовский характер и воля к победе. Спорт самбо – это, как говорится, сам за себя говорит, что это самооборона без оружия. В ним применяются и болевые приемы на руки, на ноги. Также борьба в стойке, борьба в партере, то есть лежа. И делает, как говорится, юноши. В основном, конечно, мы готовим защитников нашего отечества. Но и у нас теперь в армии девочки служат, поэтому ничего удивительного. Ну, как бы девочки более пластичные, более гибкие. А так приемы ничем не отличаются. До финала еще два дня. Турнир, отборочный для участия в первенстве страны. На кону и путевка на международный чемпионат победа, который пройдет в Санкт-Петербурге. Поэтому юные спортсмены не жалеют ни себя, ни соперника. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика.